Добрый день, уважаемые родители, дорогие девочки. Меня зовут Сиджана Вороза Куандыковна. Я педагог дополнительного образования Кружка декоративно-прикладного искусства Дворца школьников имени Альфараби. Сегодня у нас шестое практическое занятие на тему корзинки из фетра. Хочу представить вашему вниманию несколько таких корзинок. Корзинка круглая с волнистым краем, первый и второй вариант. Корзинка круглая с рассечками, корзинка квадратная, корзинка лодочка и овальная корзиночка. Такие корзинки можно изготовить из плотного фетра. Для работы нам потребуется плотный фетр, линейка, карандаш, ножницы, клей и, конечно же, наши шаблоны. Нам нужны круглые шаблоны и квадратные шаблоны. Сегодня мы не будем изготавливать круглые корзинки, я только лишь остановлюсь немного, чтобы на них, чтобы вы смогли самостоятельно изготовить вот такую корзиночку круглую с волнистым краем, либо такую. Для работы нам нужен шаблон круглый диаметром 15 см. Делим его по горизонтали, по вертикали, по диагонали. Затем там, где мы разделили, от каждой линии ставим по две точки слева и справа. И у вас получится 16 таких отверстий. Затем с помощью иголки толстой, либо шила вы делаете эти отверстия, берете ленту с иголкой и проходитесь по всем этим отверстиям, затягиваете и завязываете на бантик. Получается вот такая вот корзиночка. Чтобы сделать такую же корзиночку, только с бусинками, вам нужно просто пропустить вот здесь, между этими волнистыми краями, пропустить в ленту бусинки. Также стянуть и завязать. Чтобы изготовить такие две корзиночки с рассечками, мы берем также круглый шаблон диаметром 15 см. Делим его по горизонтали, по вертикали и по диагоналям. И в места, где мы разделили их, делаем рассечки на длину 3 см. Также слева и справа от каждой рассечки делаем точки, дырочки. Затем берем ленточку с иголкой и проходимся по этим точкам. Чтобы сделать вот такую корзиночку, нам нужно будет сложить вот так друг на друга все эти рассечки. Для того, чтобы сделать вот такую корзиночку, нам нужно наоборот разложить вот так вот наружу, вывернуть уголки. И у вас получится вот такая вот корзиночка. Затем стягиваем ленточку, завязываем на бантик. Сегодня мы с вами изготовим квадратную корзинку. Вот такую. Для того, чтобы изготовить такую корзиночку, мы берем квадрат 18 на 18. Внутренний устроим еще один квадрат 8 на 8. Уголки квадратов соединяем и рассекаем. И у нас получается вот такая заготовка. И теперь с помощью клея начинаем соединять уголки. Соединяем два этих уголка вместе вот таким образом. Заранее нагреваем клей, термоклей, если вы используете. Наносим вот так вот клей и склеиваем уголки между собой. Когда вы работаете с термоклеем, будьте осторожны. Соблюдайте правила безопасности, чтобы не получить ожог. Время от времени клей нужно будет отключать. Здесь есть такая кнопочка 1 и 0. Вы ставите на 0 время от времени. То же самое повторяем и со вторыми уголками. На другой стороне, противоположной стороне, мы делаем все то же самое. Соединяем два уголка между собой. Теперь, что нужно сделать вот с этими двумя частями средними? Мы их просто заводим внутрь нашей корзиночки. Расправляем, уголки расправляем, выправляем все аккуратно. И у нас получается квадратная корзиночка. Можно смело это делать, потому что фетр пластичный, он у нас не рвется. Он свободно сгинается и принимает нужную форму. И вот у нас получилась вот такая квадратная корзиночка. В первом случае я ее зашила с помощью пуговок. А во втором случае склеила. Следующая корзиночка это лодочка. Мы изготовим сейчас такую корзиночку. Для этого мы берем другой квадрат размером 21 на 21. Каждую сторону делим еще на три части по 7 сантиметров. Затем опускаем вниз по 7 сантиметров. И делаем надрезики на этой стороне и на этой стороне. Я беру нашу заготовочку. Вот она у меня с надрезиками. И сейчас я буду соединять вот эти два уголка. Соединяю их вот таким образом с помощью клея. Наношу клей на уголочек и аккуратно склеиваю два уголка вместе. Даю немного времени, чтобы они у меня склеились. Теперь среднюю часть я буду просто приклеивать вот так вот по центру. Снова наносим клей. И аккуратно приклеиваем по центру. Если хотите, можете приклеить еще вот эти два уголка. Можно оставить и так. Все это индивидуально, каждому как нравится. Если у вас недостаточно клея, наносим снова и приклеиваем. Вторую сторону я сделаю немножко по-другому. Но вначале точно так же склею два конца. Два противоположных уголка. Склеиваем вот так вот. Точно так же. Среднюю часть я с ней поступлю немножко по-другому. Ее я буду заводить сейчас вовнутрь, как в предыдущей корзиночке. Заводим внутрь. Расправляем аккуратно. И вот здесь вот внутри мы ее приклеиваем. Наносим немного клея. И изнутри приклеиваем. И у нас получается вот такая вот сторона вторая. Так, что-то клеим не плохо клеится. Я еще раз все это повторю. Пройдусь снова по всем этим участкам. Вот, у меня одна сторона получается вот такая, а вторая вот так вот выглядит. Вот. Вот здесь я все сшила с двух сторон, а тут склеиваю. Повторю еще раз. Вот. Заклеиваем. Корзиночка готова. Переходим к следующей корзинке. Лудочка. Чтобы изготовить вот такую корзинку. На первый взгляд она кажется сложной, но ничего сложного в ней нет. Мы берем опять-таки квадрат. 21 на 21. Делим его на три квадратика с каждой стороны. Затем два боковых квадратика. Делим снова на три части. И средний квадрат. Из него выводим треугольничек. То же самое делаем на второй стороне. Вот я беру заготовку. И сейчас я буду склеивать. Обратите внимание, я начинаю вот с этих квадратиков боковых. Я беру сейчас два конца, которые ближе к середине, к уголку. Наношу клей. И приклеиваю вот так аккуратненько два уголка друг на друга. Затем я буду приклеивать второй уголочек с одной стороны и второй уголочек с другой стороны. Каждый поочередно. Буду приклеивать на первые два уголка. Сначала один, а потом второй. Прижимаем аккуратно. Затем переходим к последним двум боковым частям. И вот так будем их приклеивать. Поочередно. Приступаем. Сначала один, а затем второй. Прижимаем. Теперь что мы делаем вот с этим уголочком, треугольничком, мы его будем просто приклеивать сверху. Вот. В первом варианте приклеим его сверху. Аккуратно приклеиваем. Если у вас клей немножко растекся, ничего страшного, сейчас мы все это поправим. Значит, теперь смотрите, чтобы закрыть вот здесь вот немножко некрасивые места и особенно вот здесь. Для этого я беру кружок диаметром 5 сантиметров, наношу на него клей. Я буду его приклеивать сейчас на лицевую сторону. Сначала приклею вот сюда половинку. Потом перегну и на изнаночную сторону приклеим. И у меня получится вот такой красивый чистый край. Теперь я приступаю ко второй стороне. То же самое. Сначала приклеиваем два первых, те, которые ближе к центру корзинки. Затем на них поочередно приклеиваем вторые два конца. И на них приклеиваем еще два последние два конца. Вот. Теперь с этим треугольником я поступлю иначе. Я его заведу внутрь корзиночки нашей и приклею уже изнутри. Вот. Приклеила. И теперь также закрою с помощью кружочка вот этот краешек некрасивый. повторяю сейчас пройдусь еще раз тут клеем не совсем хорошо схватывается поэтому снова я прохожусь по всем этим местам и приклеиваю вот так вот кружочек. Вот. У меня получилась вот такая вот корзиночка. Остатки клея можно будет потом просто убрать. Вот такие корзинки мы сготовили с вами сегодня. Вы их можете использовать как вам удобно. Это может быть конфетница это может быть корзиночка для ниток либо корзиночка для ваших украшений. Каждый я думаю найдет свое применение для своей корзинки. На этом урок наш закончен. Следующая тема у нас будет называться бабочка бантик из фетра. Спасибо за внимание. До свидания.